Всем привет! Я опять в эфире. У нас с вами встреча на тему архитектура языка Сэмблер Рискфайф. Вот наше вечернее сборище, не такие многолюдные, как дневные, но я надеюсь, что, тем не менее, нам будет о чём поговорить. Тем более, что сегодня довольно плотный рассказ. Вообще, я уже предупреждал в начале семестра, что наш разговор будет довольно плотный, потому что это предполагается частью большого курса, в котором в три раза больше часов. И сначала немножко про то, что я в прошлый раз не сказал или упомянул, но говорить не стал. Во-первых, особенность инструкции StoryWord, которую мы с вами использовали на прошлой лекции при разговоре о косвенной адресации, состоит в том, что ей нужен вспомогательный регистр. Вот прямо в коде инструкция LoadWord содержит два параметра. Она может содержать три, кстати, если что, но вообще-то содержит два. Предполагается, что инструкция LoadWord, если это псевдоинструкция, которая раскладывается в последовательность, загрузить адрес, а потом загрузить содержимое этого адреса в регистр, то и для хранения адреса, и для хранения результата используется один и тот же регистр. Мы же все равно инструкцией LoadWord, T1, решили изменить содержимое регистра T1. Поэтому в этот регистр T1, он же X6, мы загрузим старшую половину адреса, а потом туда же инструкции LoadWord, уже не псевдо, типа S, загрузим и содержимое из памяти по адресу, который мы загрузили в регистр S6, плюс смещение 4. Меня тут спрашивают, буду ли я рассказывать про VPN в этом курсе. Нет, в этом курсе про VPN я рассказывать не буду. Вы, видимо, немножко ошиблись. Вот, про VPN буду рассказывать в курсе по сетям. Это первое, что я хотел сказать, точнее, с того, с чего начать хотел. И в отличие от инструкции, псевдоинструкции LoadWord, которой, таки да, можно указать прямо адрес, и этот адрес будет загружен в регистр, а потом поверх этого адреса в этот же регистр будет загружено содержимое, инструкция StoryWord так не работает, потому что нам что нужно сделать? Нам нужно из регистра положить какое-то содержимое куда-то по адресу. Мы не можем в тот же самый регистр X5 засунуть адрес, потому что в нем лежит важное для нас содержимое какое-то. Вот. Поэтому любая инструкция типа S, например, StoryWord, раскладывается, требует для дополнительного хранения адреса специально какой-нибудь регистр. В архитектуре MIPS, из которой ведет свое начало архитектура RISC-V, даже вообще был специальный регистр, который так и назывался AT, регистр временный, который можно было нечувствительно... Предполагалось, что он нечувствительно прямо внутри псевдоинструкции меняется. Это оказалось не очень удобно. Люди скорее страдали от того, что такой регистр есть. И теперь надо для любой операции типа StoryWord, для операции записи в память, указывать два регистра, которые вы будете использовать. Вот этот вот регистр, значит, откуда берется что-то, а вот T0 это вспомогательный регистр, в котором временно хранится адрес. Вот это первое, что я хотел сказать. Второе я хотел упомянуть, но не рассказывать прямо сейчас. Есть такая тема, которая, наверное, полезна для тех, кто будет более или менее пытается с нуля изучить какую-нибудь архитектуру на нашем спецкурсе. И это тема, как реализовать умножение и деление в столбик. Как это обычно вообще-то и делается в случае, если такие операции не реализованы прямо в железе. Да и в железе, как правило, они тоже реализуются примерно так же. Понятное дело, что умножение путем многократных сложений – это идея тухлая. Миллион умножить на миллион, миллион сложений – не смешите мои макосимы. В действительности очень легко складываются, умножаются, вернее, двоичные числа в столбик. Настолько легко, что для умножения не нужно ничего делать, только сдвигать соответствующие кусочки нашего сомножителя в разные стороны. Вот мы сдвигаем наш сомножитель, это деление. Все еще проще. Мы берем только те биты, которые единичные, сдвигаем наш сомножитель на нужное количество битов вправо, то есть умножаем на 2 в степени сколько-то. Потом все это складываем и получаем результат. Все. Типичное умножение в столбик. Тут, кстати, его нет, но я думаю, вы можете понять, как это устроено. Берем, умножаем на это, потом, ну и так далее. Вот. Сдвигаем вправо, снова в слово складываем. Может быть, стоит написать схему. И абсолютно такая же история с делением в столбик. Тут вот есть пример, который я не буду говорить, но в общем случае это выглядит примерно так же. Вот, вот, вот наше деление в столбик. Единственная разница стоит в том, что надо подобрать максимальный делитель. То есть нам надо заранее знать, насколько нам сдвинуть вот это вправо, чтобы подобрать вот его здесь. Ну, в общем, вот. Дальше реализацию смотрите в этой статье, на нее ссылка есть. Мы же с вами, как было сказано, будем разговаривать про подпрограммы и конвенции относительно использования регистров. Вот. И давайте немножко сначала бла-бла на тему того, а зачем вообще нужны подпрограммы, почему это такая частая схема в всяких задачах программирования. Реально. Ну, во-первых, конечно же, почти любая задача решается путем декомпозиции. Мы берем большую задачу, разбираем на подзадачи, каждая подзадача на подзадачи, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот. И очень часто получается так, что многие из этих подзадач одинаковые. Какие-нибудь вычисления формул, реализация какой-нибудь примитивных алгоритмов типа сортировки, какие-нибудь операции ввода-вывода, которые на самом деле составные, потому что нужно вывести, перевести число из одного формата в другое, а потом только вывести, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все это типовые подзадачи, имеющие готовые решения, и надо эти готовые решения как-то оформить, чтобы потом из нашей программы их вызвать. По имени желательно. Кроме того, у такого рода, у такого подхода есть еще одна интересная часть. Я все говорю очень простые вещи, всем известные, что такого рода готовые решения подзадач, мы пока не знаем, что это под программу, макрос или еще что-нибудь третье. Не знаю, как это еще может названо быть. Ну так вот, они могут быть параметризированы. То есть мы не просто выполняем какой-то определенный кусочек кода, а этот кусочек кода может как минимум работать с различными входными параметрами, а как максимум еще и как-то модифицирует свое собственное поведение в зависимости от того, какие параметры мы ему предоставили. Все это такая немножко абстракция, но если приводить это к понятиям более приземленным, то, например, параметр функции или размер массива нужно передавать, ну и так далее. Вся эта штука с разбиением и накоплением библиотеки готовых решений подзадач, разумеется, нужна для того, чтобы мы, даже если эта функция, которой мы пользуемся, реализована в исходном козе, а не является каким-то бинарным составляющим библиотеки, которую мы как-то так подключаем и компонуемся с ней, даже не реализована в исходном козе, нам не обязательно в нее смотреть. Нам можно посмотреть в документацию, где сказано, параметры такие, возвращаемые значения такое-то. Хотите смотреть в код, смотрите, не хотите, и так будет работать. Верьте нам. Вот. Но для того, чтобы вся такая машинерия могла быть унифицирована, то есть можно было составлять библиотеки под программ, пользоваться этими библиотеками под программ из любых других программ, в том числе написанных на высокого уровнях языках программирования, нужны конвенции относительно того, как именно мы задаем под программу, передаем туда параметры, получаем возвращаемые значения и так далее, и так далее. Вот. С точки зрения ассемблера это, разумеется, конвенции по использованию регистров в этих под программах, ну и, соответственно, как именно передаются разные наборы параметров, особенно когда их очень-очень много, регистров не хватает, или вот это все. Вот. Надо сразу заметить, что у задачи повторного использования кода существует больше одного различного решения. Вот мы сейчас явно или неявно упоминали под программы, но есть еще другой вариант, это макросы. Макрос — это решение на уровне транслятора, когда вы, это буквально такое сокращение, опять же, я говорю абсолютно общеизвестные вещи, что такое макросы, мы еще про них, кстати, будем говорить в одной из лекций, вот, когда вы просто при трансляции указываете какую-то строчку, говорите «вывести что-то на экран», и так вы пишете в вашей программе на языке ассемблера, а в результате в машинном коде каждая строчка под названием «вывести что-то на экран» разворачивается в последовательность команд, которые выводят что-то на экран. Это называется макроподстановка, или раскрытие макроса, то есть какая-то короткая инструкция разворачивается в большое количество инструкций, которые реализуют нужные нам алгоритмы. Между прочим, примерно так же работают псевдоинструкции, о которых мы уже несколько раз говорили. Разница стоит только в том, что псевдоинструкции, они, во-первых, довольно короткие, а во-вторых, у них есть дополнительная нагрузка, они заранее входят в соглашение о том, как писать программы на ассемблере, потому что они эффективны, эффективно используют конвейер и так далее, и так далее. Они соответствуют конвенции. Макросы могут быть любые. Вот какие вы написали для себя макросы, такими и пользуйтесь. Программы тоже, но для того, чтобы их можно было вообще вызывать, не глядя в код, надо, конечно, следовать каким-то договорённостям, конвенциям. Если более конкретно, подпрограмма – это такая штука, такая часть программного кода, что, во-первых, её можно выполнять несколько раз, вызвать, отработать, вернуться. Вызвать, отработать, вернуться. Переход на этот участок кода – это называется вызов подпрограммы. Возможен откуда угодно, а не только из каких-то конкретных мест. И возврат, соответственно, должен происходить куда угодно, а не в конкретные места. То есть подпрограмма, в общем-то, не знает статически, куда возвращать управление. И это, собственно, третье требование. После выполнения подпрограммы переход происходит обратно, то есть на инструкцию, следующую за той, которую вызвал подпрограмму. Если кому интересно, то в спецификации есть прям calling convention, всякие конвенции по вызову с использованием регистров, с использованием регистров общего назначения, арифметических регистров плавающих, векторных регистров, если у вас включено расширение в вашем процессоре, и так далее, и так далее, и так далее. Но поскольку, как обычно, real-life конвенции – это довольно много текста, то в нашем рассмотрении ограничиваться конвенциями не то чтобы игрушечными, но такими неусложненными. Реальные конвенции, вот ссылка есть. Что нужно сделать для того, чтобы перейти куда-то в произвольное место в памяти, а потом вернуться обратно в то же место, откуда ты начинал? Нужно, собственно, две операции. Первая операция – это запомнить текущий адрес инструкции, ну, точнее, следующий после текущего, конечно, потому что переходить придется на следующий после текущего. И, во-вторых, передать управление по другому адресу. Таким образом, у нас в команде участвуют сразу два адреса. Один заранее известный, он лежит в несуществующем, как мы говорили еще на первой лекции, то бишь скрытом от взгляда пользователя, регистре Program Counter. Хотя мы точно знаем, что этот регистр Program Counter довольно часто используется командой вида AUI, AUI-PC. AUI-PC – это как раз инструкция загрузить старшую половину, большую часть, старше 20 битов, чего Program Counter, в регистр. То есть доступ к нему на самом деле есть. И еще один адрес, по которому должен произойти переход. Таким образом, хорошо бы, поскольку переход, вызов под программой – это супер-супер-мега частая операция в реальном коде, очень бы было бы неплохо, если бы эта штука была реализована аппаратно. Ну вот она и реализована аппаратно. В терминах риска называется, риск-файв называется Jump and Link, JAL. И говорите Jump and Link и адрес. Что при этом происходит? Те самые, атомарно, те самые две операции. Первая – адрес следующей, следующей ячейки, то есть на которую нужно вернуть, записывается в регистр RA, он же X1. Выделенный регистр возврата, напоминая, что на самом деле это конвенция. И все регистры, кроме R0, в X0, в риск-файве абсолютно равноправны, но конвенциально мы считаем, что адрес возврата лежит именно в RA. И дальше происходит переход на вот этот адрес. Все. Как происходит возврат из-под программы? Очень просто. Вы используете инструкцию RET, которая, по сути, делает обратную вещь. Ну, в смысле обратно. Оно берет из RA именно из него адрес возврата, тот самый адрес следующей ячейки, и переходит на него. Вот. Как мы с вами скоро увидим, понятное дело, что, скажем, инструкция RET – это явно какая-то псевдоинструкция, в которой на самом деле происходит переход на содержимое в регистре R. И больше ничего. Ну, там чуть-чуть смешнее. У нас есть примерно два, вы помним, из первой, что ли, и из второй тоже лекции, из второй лекции, в адресации в секции кода. Мы помним, что у нас есть два типа команд перехода. Это команды типа U, довольно большие, и команда jump in link как раз такая. Вот. И команда типа S, ну, большие, в смысле, на большие расстояния можно ходить, там, типа 21, что ли, бит. Далеко. Да? И команда типа S маленькие, где только на 12 битов. Ну, то есть смещение может занимать только 12 битов. И эта команда называется jump in link R, R от слова регистр. Вот. Они, правда, не типа U и типа S, а, соответственно, типа J и типа B, потому что там по-другому считаются вот эти битики. Мы помним, да, что во всех переходах нулевой бит адреса вообще нигде не хранится, потому что он всегда 0. Поэтому у нас на один битик больше можно поместить вот это всё. Ну вот, поскольку jump in link R, это переход на адрес, который лежит внутри регистра, это, очевидно, можно обмотать псевдоинструкцией, которая называется call, которая будет делать вот эти две операции. Помещать в регистр адрес, а потом выполнять jump in link по этому самому регистру. Вот. Ну давайте вот мы тупенькую совершенно программку запустим. Вот. Абсолютно тупая программа. Давайте мы скопипастим. Вот. Что здесь написано? В секции data у нас лежит строка ping, в которой в конце стоит перевод строки и 0, мы помним, аскизы, это значит, что символ, еще символ с контом 0 в конце. Вот. Дальше мы пишем подпрограмму под названием SUBR. Эта программа просто кладет в 0 этот адрес ping и вызывает 4-й системный вызов, который, давайте посмотрим в хелпе, ну, как это, капитан очевидности считает, что 4-й системный вызов это вывод на экран строки. Капитан очевидность не ошибся. Вот. И мы ее вызываем двумя различными способами. Во-первых, длинным вызовом jump in link, а во-вторых, коротким вызовом SUBR. Давайте посмотрим, к чему это все приводит. Давайте это скомпилируем. Только это надо сохранить. У нас сколько уже там? 10 есть? 11. Давайте его скомпилируем и почитаем получившийся код. Что мы здесь видим? Jump in link — это команда, в которой вообще в одну строчку делается. Это даже не псевдоинструкция. Мы переходим на смещение в 14 умножить на 2, 28 байтов относительно этого места. Вот сюда. Команда call, как мы и предполагали, раскладывается в две команды. А у IPC загрузить старшие 20 битов в регистр X6, а потом выполнить jump in link по адресу, хранящемуся в регистре X6, но со смещением 16, потому что таково смещение. Когда мы загружали старшие 20 битов, мы, естественно, не смогли загрузить младшие мелкие битики. Это корректирующее сложение. А так-то они работают одинаково. Если его сейчас запустить, то всё будет... Вот мы... Сейчас. Секунду. Вот. Пошли в подпрограмму нашу Субр, загрузили адрес в регистр A0, загрузили 4 в... 4 загрузили в регистр A7, делали под программу, вот вам этот пинг. Сейчас будет выполнена инструкция red, выполнена инструкция red, теперь делаем call, то же самое, загрузили адрес в регистр, вызвали, загрузили адрес в регистр, чтобы вывести строку, вывели строку, вот второй пинг нам приехал. Всё, 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 всё. Как у людей, значит, jumping link оказался просто инструкцией, call оказался очевидным, jumping link r, псевдоинструкцией. А вот red return оказался тоже инструкцией jumping link r. Внезапно. Только вместо регистра, в который записывается адрес возврата, там стоит x0. Отличная идея была придумать специальный регистр, в котором всегда лежит 0, чтобы ты туда не писал. Чтобы не придумывать новые инструкции, значит, return это просто тот же самый jumping link r, который берёт из нужного регистра, в данном случае из RA, адрес возврата, ну, адрес перехода, записывает адрес возврата в регистр, значит, 0, то бишь никуда, да, и производит переход. Такая вот картина. На аппаратном уровне, понятное дело, запись в регистр x0 ещё и никак не реализуется, это можно просто смело не делать. Вот. Значит, довольно важный момент, если поглядеть на код, который тут генерится, именно на код, что нигде в коде явный адрес перехода, вот этот адрес субр, чему он там равен, сейчас мы узнаем. Давайте запустим ещё раз. Да, убить. Вот. Давайте запустим ещё раз. Оп. Вот. Смотрите. Адрес программ-каунтер, где у нас? Вот он. 4.0.0.14, это адрес, это адрес, 4.0.0.14, это адрес нашей процедуры Субр. В коде нигде не написано вообще. Да, вот здесь вот нигде не написано 4.0.0.14. В самой инструкции сказано, да, ну, вот видите, это смещение, смещение 14, вот абсолютно адреса нету нигде. Ни здесь, ни здесь. То есть, даже если вот этот код, прямо код, да, вот этот, будет располагаться с другого места в памяти, работать он будет продолжаться. Ну, вот, да, необязательно ему начинаться с 4000. Вот. Однако, если Jumping Link вообще позиционно независимый, потому что там просто указано смещение, то call, он же Jumping Link, все-таки требует, чтобы в регистре, в регистре было сформировано абсолютное значение адреса. Ну, собственно, вот сейчас мы его увидим. Вот мы сейчас повычисляем, выведем пинг очередной, вывели пинг, вернулись, и сейчас у нас в регистре X6 сформируются такие вот это 4.0.0.14. А, вот 4.0.4. Сейчас, а как, а как, а как, а, ну да, смотрите, вот в регистре X6, который используется для инструкции АУ и ПЦ, да, ну, в смысле, в инструкции Jumping Link, JALR X6, это, напоминаю, просто, а просто что? А я не знаю, что такое X6. Да-да-да-да. Это T1. X6, это T1, вот он, 6. Да? Так вот, регистр X6, который используется в инструкции call, заполняется, соответственно, чему-то, чем-то. В нем сейчас лежит абсолютный адрес 4.0.0.4. Другое дело, что он не совсем равен 4.0.0.14, потому что там нужно еще смещение добавить, но вот это смещение тут и добавляется. Вот мы сейчас перейдем по адресу куда надо, 4.0.0.4. Такие дела. Вот, то есть, в процессе работы все-таки формируется абсолютный адрес в случае Jumping Link R в регистре, но оба кода, которые сгенерировались у нас, оба кода являются позиционно независимыми. Во всех тех командах пропущен регистр, в который по умолчанию записывается адрес перехода, вот, это регистр R.A. Но вообще, всегда говоря, можно использовать любой другой регистр, формально говоря. Другое дело, что тем самым вы нарушаете конвенцию, ну, потому что вы написали внезапно под программу, в которой вместо R.A адрес возврата записывается в какой-то другой регистр. Как вы это расскажете? В документации опишите? Ну, это нарушение конвенции. Мало того, что это просто нарушение конвенции, еще и воспользуясь тем, что в конвенции написано, что это должен быть регистр именно R.A., вы можете планировать увеличение эффективности вашего процессора предсказанием переходов, каким-то аппаратным стеком, который запоминает последние несколько адресов вызова, да, чтобы вообще не использовать микроинструкции, а прямо сразу вот из этого стека загружать предыдущее значение этого R.A., да, вы можете таким образом оптимизировать свой процесс, он будет работать еще быстрее, но для этого конвенции надо выполнять, вот, чтобы соответствующие вещи действительно не жали в R.A., вот, как видите, у команды JAL R, которая типа S, у нее еще есть смещение, как полагается, то есть вы когда вызываете Jumping Link через регистр, от этого регистра можно еще откладывать смещение, если вызывать ее вручную, а не в виде call, вы даже можете этим воспользоваться, вы можете, например, держать в регистре адрес, в котором будет начало блока функций, а смещение до функции создавать смещение, это иногда бывает полезно, наверное, ну, например, чтобы в этом этот регистр вообще никогда не исправлять, будет такая база для вашего блока функций, и тогда вам вообще не придется туда загружать никакие другие адреса, а просто указывать, где начинается функция номер 1, номер 2, номер 3 и так далее, константами, которые влезут прямо в immediate значение инструкции типа B. Ну вот, обратите внимание, что разложение псевдоинструкции call, вот оно, давайте мы еще раз посмотрим, call, оказалось не такое, как мы думали. Мы-то думали, что такое call? Загрузить, то есть L, а, адрес в регистр, в данном случае, какой-нибудь T1, а потом JAL-R-T1. Оказалось, что нет. Вместо LA используется AUPC, а потом JAL-R-T1. Вот. Вопрос в аудиторию. Почему здесь нету, ну, условно говоря, LV, почему AUPC? Почему бы не разложить call в LA плюс JAL-R? Да, потому что так выгоднее, в чем может проявляться невыгодно? Две команды, а там три. Смотрите, тут две команды, где же они? Вот они. AUPC и JAL-R-T1. Вот это разложение кола. Если бы мы не записали LA, она бы вполне возможна. В большинстве случаев LA бы разложилась тоже в две команды. А у IPC плюс смещение, которое туда бы затолкали, а вот здесь бы было смещение 0. Но кому это интересно? У нас уже есть это смещение. Поэтому так более эффективно. Такие дела. Ну вот, про то, что RET это на самом деле джилру через 0 мы говорили. Еще раз, относительно того, зачем аппаратная реализация атомарного вызова Japan Link. Потому что иначе вообще-то пришлось бы аж три инструкции на это использовать вместо одной. Поскольку вызов под программы это очень-очень-очень частая операция, особенно в коде, который там сгенеренный, да и в ручном коде, то понятное дело, что очень разумно превратить три вызова в один, тем более, что в этих трех вызовах почти наверняка будут пустые места, там будет недоиспользован конвейер. Я не уверен в этом, но мне кажется, что да. Вот. Сейчас мы рассмотрим такой пример кода, как писать не надо, потому что это написание с нарушением конвенции. Но это такое хитромудрое извращение, которое в принципе возможно, если конвенциям не следовать. Вот код вот этот, сейчас я его загружу. Наверное, так будет удобнее. Мы его почитаем, а потом посмотрим, что он делает. Вот. Давайте на него посмотрим. Help, наверное, можно пока закрыть, чтобы он нам не сильно мешал. О! Значит, что это за программа? Это программа, которая проверяет, является ли три введенных числа целых сторонами треугольника. Она будет называться чек. Вот. И эта подпрограмма вызывает инструкцию ввода, подпрограмму ввода, input. Подпрограмма ввода работает совершенно конвенционально. Она возвращает в А0 введенное нам число. Вот. Она сначала выводит, извините, она сначала выводит enter triangle side. Вот она, да, prompt. Вывод строки, которую мы уже видим. Потом вводит целое число и возвращает его. Мы знаем, что системный вызов пятый. Ну, давайте это почитаем. Пятый системный вызов. Это ввод числа. Вот он. Который в А0 возвращает то самое значение. Ну, и согласно конвенции, и сама подпрограмма тоже возвращает в А0. Так что это совершенно конвенциальная подпрограмма input. И вот мы вводим одно число, вводим второе число, вводим третье. Раскладываем их в регистры S1, S2, S3. А потом вызываем нашу неконвенциональную подпрограмму чек. Подпрограмму чек что делает? Ну, как вообще проверить, что все три числа удовлетворяют неравенство треугольника? Взять попарно сумму и сравнить с оставшейся стороной. Если какая-то из них окажется больше, чем сумма, то все. Ну, или даже не меньше. Как это сделать на ассемблее? Ну, самый простой способ вычислить три разности суммы двух сторон минус третью. Если хотя бы одна из них положительная, значит, эта третья сторона оказалась больше суммы. А как выяснить, что одна из них положительная? Ну, просто взять банально их этим самым, что это, конъюнкция называется, да? Ну-ка, эндом их все сложить и получим. А, тут нету. Тут как-то по-другому это сделано. Да, тут все проще. Да, тут все проще, смотрите. Это в следующей инструкции так будет сделать. Здесь все сделано по-тупому, конечно. Мы просто сравнили, сделали три суммы, сравнили каждую сумму с результатом. И в случае, если этот результат оказался больше, пошли на метку RET, где мы просто возвращаем текущее содержимое А0. Но если, главный трюк, если все эти три условия выполнены и ни один из этих бранчей не сработал, то мы загружаем в регистр А0 другое значение, а именно строчку ES, и переходим, возвращаем управление на другое место в программе, на две инструкции позже. То есть, если мы выполнили RET, то мы попадем вот сюда, где в А0 загрузится ноу. Если же мы выполнили вот эти две инструкции, мы попадем на две инструкции позже, ну, поскольку LA, это раскладывается в две инструкции, значит, мы попадем вот сюда, а здесь у нас, соответственно, будет загружено в этот самый ES. Это нам позволит, например, произвольную строку выводить, а не только, ну, короче, вот не только ноу. То есть, в одном случае у нас управление вернется вот сюда, а во втором вот сюда. Дальше мы это выведем. Полное извращение, непонятно, зачем это нужно, но это хорошо иллюстрирует гибкость стандартного возврата из процедуры вот таким вот образом со смещением. Давайте это проверим, кстати. Не на ту кнопку нажал. Ну, поехали. Вернись, я все прощу вас. Вот так вот. А, там регистров не видно. А чтобы регистры было видно, надо сделать... Ой, а где они? Что-то я не понял. Покажите мне окно с регистрами. Вот где они? А, вот. Интерфейс. Да, ну давайте выполнять. Значит, прям давайте поочередно выполнять. Japanese input. Сейчас у нас будет... А, давайте вот не так. Давайте я вам расскажу одну, опять-таки, вещь простейшую, которую, в общем, можно было не рассказывать людям, которые в теме. И тем не менее, возможно, вместо того, чтобы выполнять все инструкции в Rars'е пошагово, можно поставить breakpoint. Вот видите, кнопочка breakpoint в левой части. Вот мы возьмем и сначала все введем, а потом вот здесь вот поставим breakpoint. Поехали. Он говорит, введите. Три, четыре, пять. О, бац, он выпал на breakpoint. Вот в этом месте. Давайте дальше пошагово отлаживать. Итак, мы плюхнулись. У нас в S1 и S2 уже лежат три стороны. Вот, да, S1, S2, S1 это где-то здесь. Три, S2 это где-то здесь. Четыре, сейчас еще будет пять. Пять. Дальше мы вызываем процедуру чек. Она абсолютно нестандартная. У нее параметры передаются через S, а не через A. Вот, вот она вызывает сумму, сумму, сумму. Теперь она начинает сравнивать. Сравнение не прошло, сравнение не прошло, сравнение не прошло. Мы загружаем в регистр A0 ЕС, ну, адрес строчки с ЕС, и возвращаем управление не туда, откуда начали, а на две инструкции, на две инструкции позже. Бац, вот не сюда. Мы отсюда начали. Не сюда, а вот сюда. И в результате у нас выводится что? Изи трендл. Вот. Ну и, соответственно, если мы сейчас запустим это, надо не забыть снова накликать breakpoint. Кажется, он сбрасывается при новой компиляции. Давайте 2, 4, 8. Вот. Уходим на чек, проверяем, делаем три разности. Три разности, да, проверяем. Оп. Выяснилось, что 2 плюс 4 меньше 8, значит, мы возвращаем просто значение. И здесь мы вернулись в то же самое место, то есть на следующую инструкцию, и дальше у нас получается вот нота три. Такие дела. Вот. Не то, чтобы я призывался этим пользоваться quite the contrary, я призываюсь этим не пользоваться никогда. Но, как иллюстрация того, как все это может работать, вот, пожалуйста. Вот. Почему я призываюсь такими вещами не пользоваться? Потому что это, конечно, очень интересная штука для разработки каких-то высокоэффективных, а также высоко запутанных поделий на ассемблере. Вот. Но никто вместе с вами не сможет этим пользоваться вообще. Исключение составляют какие-нибудь странные ультрасовременные языки программирования, в которых, например, по конвенциям, опять же, предполагается, что у функции будет не только возвращаемое значение, а еще, например, статус ошибки. Вот есть такой язык цик, в котором прямо вот в каждой функции... То есть в чем проблема классического си? Вы возвращаете какое-то значение, но некоторые из этих значений символизируют о том, что это на самом деле ошибка. Например, вы вернули ноль, ноль — это ошибка. Да? Вот. А есть такие языки, в которых у каждой функции есть возвращаемое значение, обычное, скалярное, и еще статус ошибки. Можно попробовать придумать такой компилятор, который бы просто возвращал в случае ошибки в другое место управления, и дальше было бы два разных кода. Код для обработки в случае, если ошибки нет, и код для обработки в случае, если ошибка есть. Но, опять-таки, это мои фантазии, как там дальше все это идет, это не ко мне вопрос. Что получается? Получается, что мы, придумав инструкцию Japan Link, ну или Japan Link R, решили задачу атомарного вызова, упрощения этого дела, решили задачу произвольного вызова и возврата из любого места и возврата в любое место, но, во-первых, не решили задачу прозрачности этого повторного использования, мы не знаем, что делает наша процедура с регистрами. Не договорились еще. Да? Вот мы что-то положили на регистре, вызвали нашу функцию, вернулись из нее, регистры изменились или нет. Мы не знаем, каким образом стандартно передавать параметры нашей процедуры. Ну, то есть знаем, что через А0, но пока не знаем, не договорились еще. То же самое с возвращаемым значением. И еще одна такая забавная тема, которую мы вообще не решим в этом курсе, потому что это свойство не системы команд, а языка ассемблера, это локальные метки. Представьте, у нас огромная программа на ассемблере, и внутри некоторых функций есть циклы. Как организовываться цикл? Проверка, что-то такое, в конце jump на loop. Loop, двоеточие, jump на loop. А теперь, представьте, что у нас 20 таких программ, и в каждой из них вообще-то нужно придумать метку под названием loop, только чтобы они во всех по-разному назывались. Неудобно. Наверное, к языку ассемблера, к самому транслятору, было бы неплохо предъявить такое требование, чтобы в нем были локальные метки. Условно говоря, между какими-то специальными маркерами можно было слово loop повторять еще раз, еще раз, еще раз, или ну хоть как-то это делать. Поскольку эта задача не является задачей системы команд, мы ее вообще не обсуждаем, и по секрету скажу, в RARSE она не решена совсем. В современных ассемблерах она, безусловно, решена, потому что без локальных меток очень тяжело жить. Вот. Это относительно прозрачности. Надо ввести нормальную конвенцию. Но на самом деле мы не договорились еще о двух вещах. Ну, полутора вещах. О том, как вызывать подпрограмму из-под программы. В частности, о том, как вызывать подпрограмму А из-под программы Б, а ее, в свою очередь, из-под программы А. То есть, как быть с ситуацией, когда в регистр РА уже что-то лежит, а мы хотим вызвать следующую подпрограмму. Значит, содержимое РА надо куда-то сохранять. Выделять внутри под программы специальную ячейку, куда сохранить содержимое РА и дальше вызывать снова, нельзя, потому что может быть рекурсивный вызов, и тогда мы эту ячейку при следующем вызове просто испортим. из этого следует, что сохранение данных, которые должны восстановиться после возврата из-под программы, должно быть динамическим. Должно быть какой-то динамическое изменяемый кусочек памяти, в котором мы записываем все то, что должно пережить вызов под программы, а потом при возврате оттуда все это вспоминаем. Вот. Тут вопрос довольно важный, хотя это, кажется, относится к следующей лекции, какие подходы к возврату структур из-под программы, если там много регистров, потому что, как мы сейчас увидим, в конвенциях мы возвращаем либо один регистр, либо два, все. Очень простой подход. Вы должны в вашей конвенции прописать, где вы будете размещать блок памяти, в который вы будете возвращать все возвращаемые значения, а по пластым конвенциям в регистрах возвращать эти самые адреса. Все. Подход очень простой. Если что-то не влезает в регистр, значит, надо это записывать в отдельный блок памяти, отдельно договариваться о конвенции, как именно это там лежит, и передавать адрес этого блока памяти. Подходов там, как вы понимаете, это очень общий подход, подходов там будет довольно много. Если почитать все конвенции по передаче параметров того же MD64, то их там будет 18 штук или какое-то немыслное количество, они все разные, я не хочу в этом разбираться, честно. Давайте пока отложим две задачи по вложенным вызовам и сосредоточимся пока на прозрачности. Простая конвенция для концевых программ. Концевые или листовые подпрограммы это подпрограммы, из которых больше других подпрограмм не вызываются. Они несколько проще по конвенциям, поэтому давайте начнем с нее, с этой конвенции. Первое. Подпрограмма вызывается с помощью джал, джал и ры. Никак не по-другому. Это значит, обратный адрес всегда лежит в регистре РА. Конвенциально. Второе. Подпрограмма не будет вызывать другую подпрограмму, она листовая или концевая. Третье. Возврат отправления только с помощью инструкции РЕД, никаких трюков, которые я сейчас подниму, не буду. Четвертое. Использование регистров для передачи параметров. Регистры под названием Т сколько-то? Их можно внутри подпрограммы менять и не париться. Это регистры временные. То есть, после возврата из подпрограммы значение этих регистров может быть другим, не таким, как до его вызова. Регистры С0-С11. Это регистры постоянные. Если мы их меняем внутри подпрограммы, мы должны озаботиться тем, чтобы перед тем, как вернуться из нее, положить обратно в эти регистры то значение, которое там было раньше. Вызывающий нас пользователь вправе рассчитывать, что содержимое регистров С0-С11 не меняется после вызова подпрограммы. Каким образом мы это обеспечиваем наши проблемы? Например, мы их не используем, тогда они не меняются. Регистр А0-С7 это регистры для передачи параметров внутрь подпрограммы. Они тоже могут поменяться в процессе. Их всего восемь. Если нам нужно передать что-то больше, чем восемь машинных слов, придумывайте новую конвенцию о размещении специального блока в памяти, адрес которого будет передаваться скажем в регистре А0. Как инициализируются по умолчанию аргументы перед везумом нашей основной функцией? Никак они не инициализируются по умолчанию. Мы вообще-то пишем на голом ассемблере, как мы туда все заложим, так они инициализируются. Да, но идея интересная, потому что Иван говорит о том, это Иван Чарин говорит о том, что вообще-то не дурно бы ввести конвенцию, чтобы даже если мы ничего не трогаем в этих самых регистрах, в них записывается какое-то дефолтное значение, а не тот мусор, который там был раньше. Но нет, в данной конвенции этого нет. Значит, в классической конвенции прямо так и написано, что возврат возвращается в регистр А0 или А1. Почему два регистра не А1? Я думаю, как раз на тот случай, если мы хотим заимплементить одновременно возвращаемые значения и код ошибки. Еще раз, регистр А0 либо мы сами сохраняем прямо внутри подпрограммы и потом используем, либо не используем вообще. Вот. Давайте посмотрим, как переписать эту программу про неравенство треугольника в конвенциональном стиле. Вот. Давайте для начала посмотрим код, чтобы его было виднее. Вся та же самая история. Обратите внимание, что тут я уж да, вся та же самая история за чего? А вот это зачем нужно? Нет наикого... А, есть. Есть. За исключением двух вещей. Поскольку программа чек у нас теперь конвенциональная, ей параметры надо пересылать не через S, а через A. Значит, мы напихали их в S, потому что мы не знаем, насколько A будут меняться при вызове подпрограммы input. Помним, да? Сохраняемые регистры только S. Регистры типа A и T могут поменяться после вызова подпрограммы. Значит, мы должны хранить только в S постоянные значения. но для того, чтобы вызвать подпрограмму чек, мы должны затолкать S1 в A1, потому что так полагается A0, A1, A2 это параметры. Ну, A0 у нас уже вернулся из вот этого input, A2 в S2, A2. Дернули чек. Ради пущего красного словца предположим, что этот чек следует не только тем конвенциям, которые просты, но даже таким вещам, что, например, если у нас true и false, то есть если программа проверяет нечто истинное или ложь, то она в A0 должна возвращать 0 или не 0, как это полагается вот там в C, например. Таким образом, чек у нас возвращает, если он вернул 0, то это не треугольник, а если он вернул единицу, то это треугольник, не 0, то это треугольник. Соответственно, у нас есть метка true, в которой написано, что загрузить строчку yes и вывести ее, и в противном случае мы загружаем строчку no, перепрыгиваем вот эту надпись загрузить yes и выводим эту строчку no, после чего вызываем 10-й системный вызов завершения работы программы. Сама подпрограмма будет выглядеть так. Сделали одну сумму, вычли, сделали другую сумму, вычли, сделали третью сумму, вычли, получили три этих самых, я не знаю, зачем я так сделал, просто ради прикола, мне кажется. Получили три числа, все их по дизъюнк, это дизъюнкс или конъюнкс? Конъюнкс. Все их по конъюнтиле, получили некое число, если в нем есть знаковый бит, значит оно, все три суммы были отрицательны, все три разности были отрицательны, значит это треугольник. Если в нем нет знакового бита, значит хотя бы одна из этих три разности была положительной, в ней знаковый бит был ноль, значит результат конъюнкции с нулем в знаковом бите. Дальше мы, я знаю, зачем я это сделал, для того, чтобы показать нестандартную, хотя часто используемую инструкцию, сейв, результат сравнения. Мы знаем с вами операцию переход по сравнению с прошлой лекцией, B, L, T, Z. А это операция записать в регистр А0 результат сравнения вот этого регистра с каким-то еще, ну в данном случае с регистром ZERO. Если А0 меньше нуля, то в А0 записывается, ну, в приемник записывается единичка, а если не меньше нуля, то нолик. И это то, что нам нужно. Именно это ожидает от нас, ожидаем мы от функции чек, которые в случае, если треугольник может вернуть единичку, а если нет, то ноль. Нелишний заметить, что SLTZ это, конечно же, псевдоинструкция. Сейчас мы это сделаем. Потому что в действительности она, конечно, выглядит вот так. Сейчас мы это вернем. Это SLT. положить в X10 результат сравнения на X10 с нулем на меньше. Ну, я не знаю, нужно ли это проходить под отладчиком, но давайте пройдем, чтобы просто видеть, как это работает. Поставим сюда breakpoint. Вот сюда, прямо на чек. Запустим, вводим 1, там, 3, 4, 5. Шмяк, breakpoint. чек. Что мы делаем? Вычли из суммы одну сторону, получили отрицательное число, видите, там, знак выбит единичка. Получили сумму, вышли другое, получили сумму, вышли третье. Очевидно, что у нас все значения отрицательные. End, end, end. И, минуточку, шаг назад. End, end, end. Знаковый бит сохранился, значит, SLTZ запишет единичку, возвращаем эту единичку. Счастье. Это треугольник. Вот. Та же самая история с этим самым, с неправильным, ну, в смысле, с не треугольником. Да? Значит, ставим breakpoint, ставим breakpoint вот сюда, запускаем, 2, 4, 8, ой, 6. А сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Мне кажется, что будет нет, потому что там ноль будет. А посмотрим. О, ноль. Всё, у нас уже ноль цифровировался в этом самом, в Т1. Значит, здесь отрицательно, здесь отрицательно. end, end, ноль. Поскольку это число не меньше нуля, у нас в А0 результат ноль, и это не треугольник. Теперь относительно наших договорённостей, как нам решить задачу номер 2 и номер 3. Ну, фактически номер 3, задачу рекурсивного вызова. Разумеется, для того, чтобы рекурсивно вызывать какие-то подпрограммы друг из друга, нужно использовать стайк. что же ещё? Такой классический из классической абстракции, ей много десятилетий, всё. Что такое стек? Это хранилище объектов, каких-то объектов, мы пока не специфицируем каких, про которые мы знаем только что, что на стек можно класть объекты, и они там будут накапливаться, а потом можно снимать. First in, first out. Last out. First in, last out. Last in, first out. LeFo, да? Last in, first out. Вот. Последний положил, первым вышел. То есть... Вот. Основной доступ к стеку последовательный. Мы не собираемся использовать стек как память такую random access, ну, по крайней мере, операционный не собираемся это делать, хотя во многих случаях можем. Мы хотим на стек класть и с стека снимать. Нас не очень интересует весь диапазон памяти, который мы набили за многие рекурсивные вызовы в частности. Вот. Возможно, мы все-таки захотим лазить в стек не только на самую вершину, но и на вторую ячейку относительно вершины, третью относительно вершины, но прошу сразу заметить, что это будет не адресация по конкретному адресу в памяти, а относительная адресация относительно этой самой вершины стека. То, что на вершине, то, что под вершиной, то, что еще, ну, в общем, понятно, да? А, да, сразу хочу сказать, что когда я буду показывать вершину стека, она будет внизу. Ну, мы все помним, что деревья у этих программистов всегда растут корнями вверх, окроны вниз. Вот стек тоже растет. У него вершины внизу. Извините. Так бывает в этой жизни. Вот. В идеале абстракция стек может расти бесконечно. Мы можем положить туда сколько хотим значений. вот. Но вообще-то, вообще-то, зато оно не может, совершенно непонятно, что делать, если стек закончился, а мы оттуда хотим еще что-то снять. Что бывает, когда снимают из пустого стека, неизвестно. Это зависит от того, как это будет реализовано в конкретном исполнителе. Вот. Ну, объект, это обычно ячейка, понятно, ячейка памяти, не байт, да, а та самая ячейка, адрес которой обычно используется ватт. В случае, скажем, риск файв, это машинное слово. Я не то чтобы уверен, но думаю, что, наверное, есть какие-то странные соглашения об упаковке, которые делают адресацию в стеке кратным не 4 байтам, а 2, но может быть, такого и нет. Это было бы довольно сложно. Вот, 4 байта. Вот. Вообще-то, в некоторых архитектурах можно в стеке хранить объекты разной длины. Как-то устроена там, видимо, какая-то аппаратная идентикация, но я не буду про это говорить, потому что, понятное дело, что тогда очень странно будет работать инструкция получить там пятый объект, хранимый в стеке, если они все разного размера. Вот. Хранилище это просто облачь памяти. С одной стороны, оно ограничено. Это так называемое дно стека. Оно, как обычно, сверху. У нас стек сверху вниз растет. Вот. А с другой стороны, оно как бы бесконечно. Актуально бесконечно. Растет все вниз и вниз и вниз. Понятное дело, что в реальной жизни эту бесконечность надо ограничить, иначе кто-то, кто забивает стек беспардонно, сожрет всю память. Вот. Для контроля роста и снятия используется не просто абстрактное понятие вершины стека, а какая-то специальная ячейка памяти, в которой хранится адрес, по которому этот стек заканчивается. Адрес вершины хранится где-то. Мы, разумеется, забегая вперед, будем хранить его в регистре, потому что это быстро. Вот. Он будет называться стек стек пойнтер. Вот. А, ну я так и сказал. Вот. Соответственно, как только мы храним это в регистре, мы сразу вспоминаем, что в MIPSE есть прекрасная косвенная адресация, адрес вершины стека. Обратившись по этому адресу в регистре, специально он называется стек пойнтер, мы увидим, что лежит на вершине стека. Если прибавим к нему смещение, прибавим, потому что стек растет сверху вниз, то есть стек плюс 2 получим адрес плюс 4 получим адрес предыдущей ячейки, плюс 8 предпредыдущие, ну и так далее. Все очень просто. Вот. Переполнение в стеке в случае нормальных программ надо вообще-то как-то проверять. Ну, потому что иначе вы будете читать из какой-то памяти, которая лежит за пределами дна стека, вам всем будет плохо. Вот. Исчерпание вообще-то тоже надо как-то проверять. А, наоборот, исчерпание — это чтение за пределы дна, а переполнение — это попытка положить на стек, хотя память, выделенная под стек, уже закончилась. И в том и в другом случае выход за пределы памяти — это не очень хорошая ситуация, и было бы неплохо, чтобы кто-то, например, операционная система, вам или то, что в терминах рискфайва называется environment, может быть, там нет операционной системы, может быть, там же голое железо снаружи, вам бы что-нибудь нехорошее говорил, когда вы уходите за пределы. В частности, картина памяти, которую мы видели еще, кажется, на первой лекции, эта картина памяти нам напишет, что... Да, она была на второй лекции, вы правы. Такая разноцветненькая. Во! У нас стек начинается вот отсюда, а здесь начинается защищенная область, которая так называемая kernel space. То есть если мы провалимся за дно стека вот отсюда, прочитаем еще вот эти ячейки, тут, правда, есть какой-то буфер некоторый, для чего он нужен, я не очень понимаю, попробуем на этот счет пофилософствовать в следующей лекции. Вот. И начнем читать вот отсюда, нам железо просто скажет, вам туда нельзя, это запрещенная область для user space, это kernel space, все, да? или если вы работаете под управлением операционной системы, вы просто выйдя за дно стека попадете на память, которая вам не выделена, сходите по этому адресу, получится этот самый page miss в операционной системе, операционная система скажет, вам туда нельзя, всем хорошо. То есть контроль за переполнением или исчерпанием стека берет выше находящееся окружение. Какие бывают вообще реализации стека? Начнем с тех, которые мы не будем рассматривать. Например, небольшой стек на регистровой памяти. Вот. Он супер быстро работает. Непонятно только, чем отличается от использования, скажем, ну, давайте тогда просто заведем еще 100 регистров и будем называть их стеком. Вот, кстати, вопрос к аудитории. Как вы думаете, чем аппаратно реализованный стек на очень быстрой памяти, лучше, действительно лучше, чем использование просто тупо регистр номер там 33, 34 и так далее, 133. Окей, ну, давайте будем считать, что это вообще регистры, которым пользоваться просто так нельзя, они специально для стека нужны, и вот их там 100 штук, и они коротенькие, мы к ним ходим. Да, совершенно справедливо, как правильно тут заметил Иван, более простая адресация у нас сегодня, Иван, за ним играет роль сокращенца, который к нам не присоединился, очень печально, но он зато очень много внес в подготовку к лекции, это, кстати, его замечание, точнее, сейчас мы увидим ответ от сокращенца. Но главная фишка, собственно, в этой простой адресации в том, что в стеке адресация относительная, если мы его зареализовали аппаратно, у нас может аппаратный поп, аппаратный пуш, и нам не нужно писать, вот, значит, так, мы 12 регистров заняли, и у нас тут еще 4 значения, значит, плюс 16, пожалуйста, да, вот, вот не нужно. Вот, давайте нажмем на комментс и прочитаем спойлер от сокращенца. Спойлер от сокращенца организации доступа, вот, ну, там довольно, от человека, который практикует такие вещи и встречался с аппаратной реализацией стека, например, для вызова функций, в реальных контролях такое бывает, да, вот он, значит, рассказывает, а, ну, например, этот аппаратный стек может сразу сжирать и хранить все с регистры, которые нужно, как известно, сохранять за одну операцию. Очень удобно. Да, вот, вот у нас есть одна операция зафигачить в аппаратный стек все с регистры и пускай они там лежат. Другое дело, что такой памяти много не должно быть, ну, и не будет много, мы там не будем вызывать, особенно в микроконтроллерах, не будем вызывать больше, чем, не знаю, там, 16 программ друг из друга, но, и, соответственно, будет 16 комплектов для хранения регистров S, но, зато у нас будет изваянное в железе аппаратное сохранение, бум, сразу целый блок регистров, бум, в быструю память, и это будет работать фактически за один такт, просто много проводов одновременно все это будет делаться. Пожалуйста. Вот, иногда бывают архитектуры, в которых атомарно реализована операция добавления и снятия со стека, то есть пуш и поп. Вообще-то это две операции, понятно, да, мы сначала должны, ну, условно говоря, если мы добавляем в стек, изменить указатель стека, а потом в свободную ячейку положить значение. Два. Две операции. Но иногда, даже если сама память под стек никакая не аппаратная, потому что мы понимаем, это дорого, и в общем случае, о, а вот и сокращение, здравствуйте. Да. Сокращение, естественно, намекает нам на то, что еще и компилятор вот такие штуки, вот такие штуки, аппаратные стеки немножко не очень умеет. Да, это нужно ему как-то еще рассказать, что вот ты пока вызывай функции так, а там 16 последних можешь вызывать по-другому. Ну вот, аппаратные операции добавления и снятия стек со стека бывают во многих архитектурах. Иногда это бывает удобно, особенно, когда у вас есть в составе архитектуры, как это было в PDP-11, специальный бит в инструкции, который говорит, вот вы взяли из памяти значение, в этом регистре сразу аппаратно, автоматически увеличиваете размер там, на размер машинного слова, на два в случае PDP-11, санэбла 16 бит. То есть у вас за одну инструкцию происходит сразу три операции. Положение в память, увеличение, а нет, две операции, положение в память и увеличение размера стека, потому что это реализовано на аппаратном уровне. Вот. Что еще может быть? Если у вас есть двойная косвенная адресация, как, опять же, в том же PDP-11 было, то вы можете хранить в стеке адрес адреса. И таким образом вы можете раскатывать там, не знаю, указатели на массивы, списки, которые могут быть реализованы волшебным образом. Ват. Но это, правда, имеет отношение вообще к двойной косвенной адресации, а не в принципе к стеку. Но, в принципе, идея интересная. Вы можете вместо того, чтобы каждый раз заниматься явным указанием смещения, вы можете это смещение прибавлять куда-нибудь, там хранить. Ну, в общем, ладно, бог с ним. Как уже было сказано, двойная косвенная адресация в случае риск-файва не очень хорошая идея, потому что мы должны два раза сходить к памяти. Ну, стек, то лежит в памяти. А два раза сходить в памяти это очень долго. Ну, вот. Ну, вот, кстати, сокращение замечал в беседе, что, в принципе, это относится к любой двойной косвенной адресации, стек тут ни при чем, наверное, ни при чем. Ну, неважно. Важно то, что в РАПС в риск-файве, в стандартных конвенциях риск-файва такой и нету, хотя в конкретных поделиях, которые там утилизируют некоторые свойства, в тех же микроконтролях такое бывает. Что касаемо конвенции. Выделенный регистр, стек-пойнтер, он же x2. Как обычно, это регистр общего назначения, который можно использовать как угодно, но если вы используете как угодно, а не как стек-пойнтер, вы сами себе злобные буратины, ничего, работать с вами, никто не будет с вами работать, все на вас обидятся. Дно стека, как мы смотрели на картинке, это буквально последняя ячейка, самая верхняя ячейка непосредственно перед областью ядра, дальше идет некоторый буфер, и начальное значение стек-пойнтера, оно вот такое. 7,3F, EF, F, C. Стек растет вниз по одному машинному слову, по 4 байта. Предел стека определен аж практически самым низом областью кучи, но надо понимать, что тут какой-то environment должен следить за тем, чтобы они друг от друга не доросли, не пересеклись. Скажу по секрету, в RARSE недоступны все эти 2 гигабайта памяти, разумеется, там гораздо меньше их, вы в какой-то момент, если будете набивать стек, просто убьетесь, в результате вам Java, на котором RARSE напишет, скажет, ну все, все, мой массив закончился, больше у вас стека нет. Операции добавления и снятия не атомарные. И это связано с тем, что вообще-то все эффективное превращение инструкции в микрокод делает конвейер. То есть добавление в стек, то есть когда мы кладем на стек, мы сначала сдвигаем указатель вниз, уменьшаем его, потом заносим в освободившуюся ячейку нужное значение. При снятии со стека мы сначала забираем нужное значение с вершины стека, а потом увеличиваем указатель на 4. Соответственно, если так делать, то вот эта исходная ячейка тоже не используется в этих конвенциях, потому что мы должны сначала прибавить, а потом положиться. Ну вот тут всякие инструкции, как класть на стек. Вот мы загрузили раз-два-три в Т1, или давайте сразу... Нет, здесь плохо видно. Нормально видно? Нормально видно. Вот мы, значит, загрузили в Т1 раз-два-три, положили этот Т1 на стек. А, нет, увеличили стек на минус 4, да? Короче, вышли из стекпойнтера еще 4, чтобы увеличить. Разве не компилятор отвечает за подсовывание и проверку значений, чтобы стек не срывался? Ой, как, когда? Компилятор тоже в это умеет, Вац, но... В разных артектурах и в разных операционных систем это реализовано по-разному. Вы можете просто выйти за пределы, выделенные для вашей стекпамяти, и тогда у вас действительно ответит за это операционная система, скажет всем пока. И наоборот, компилятор может этого не делать. Типичная ошибка программирования на C, это стексмеш, когда вы какой-то мусор случайно заваливаете в стек, потом вжух, и все разлетелось. Вот, кстати, глубину рекурсии, ну да, глубину рекурсии в процессе вызова компилятор, конечно, следить не может. Не хватало еще динамический анализ в компилятор вкручивать. Ну вот, смотрите, итак, мы загрузили в Т1-123, сместили указатель на стек, положили в получившееся место, прямо вот в стекпойнтер, положили это самое Т1. Что-то вычислили, сместили указатель на стек, положили прямо на вершину стека очередное значение из Т2. Дальше. Посмотрели, что лежит на вершине стека. LoadWord из стекпойнтер. Посмотрели, что лежит во второй ячейке относительно вершины стека. LoadWord 4 со смещением от стекпойнтера. Как выглядит снятие? Сначала забрали с вершины стека значение, потом добавили к нему 4, сместили вершину повыше. Сначала... А, снова положили. А, положили туда 0. Обратите внимание на то, что код получается довольно эффективный. У нас ни разу ни одна из инструкций не разложилась в две. То есть работа со стекпойнтером довольно плотно набивает код. Там, ну вот, вся наша... Правда, мы... Понятное дело, что мы использовали две инструкции вместо одной, но ни одна из этих инструкций в результате, ни один LoadWord и StoreWord, который мог бы разложиться в загрузку адреса АУИПЦ плюс смещение. Этого не сделал. Почему? Потому что мы всегда адресуемся относительно значения в регистре стекпойнтер. А такие операции, они типа S, кажется. Они не являются псевдоинструкцией, они короткие. Вообще говоря, это не свойство стека. Всегда, когда мы заводим специальный регистр, относительно которого мы будем адресоваться, а не пытаться ходить к произвольному месту в памяти, мы будем получать такой компактный код, в котором просто адресация относительно регистра и все. единственное что, допустим, есть регистр ГП, Global Pointer, он же S0, который в некоторых конвенциях используется для хранения адреса блока глобальных переменных. Попытка адресоваться относительно ГП будет приводить к тому, что мы должны будем всегда использовать абсолютное смещение относительно того места, где блок глобальных переменных начинается. Ну вот мы запиндюрили туда 100500 глобальных переменных, мы должны прибавить 100500 к ГП. Наверное, на каких-то недостижимых размерах, которые, скажем, конвенция Еврарс просто запрещена. Мы придем к тому, что нельзя одной S-командой с небольшим смещением относительно дна этого ГП долезть до довольно отдаленной ячейки. Нам придется загружать полный адрес, бла-бла-бла. Но в случае стэка такого, скорее всего, не произойдет. Как же устроен стэк? Мы берем, загружаем некоторые параметры нашей функции, вызываем эту функцию. С чем работает эта функция? Только с блоком своих параметров. И эти ее параметры лежат недалеко. Это вершина стэка плюс соседняя ячейка, еще соседняя, еще соседняя. Ну и там где-то вот немножко. И эти смещения всегда очень короткие, поэтому в случае стэка точно всегда будет только вот так. Универсальная подпрограмма, то есть конвенция более универсальная, кстати, она тут есть или нет? Да, вот она. Универсальные подпрограммы будут подразумевать хранение перементов в стэке этих самых. Давайте мы прям сразу начнем с конвенции, чтобы она довольно длинная. Давайте ее прочитаем. Вот видите, целых 11 пунктов. Часть из этой конвенции берется из концевой, передаваемое значение в а, вызов в джал, дальше, запрет модификации содержимого стэка выше того указателя, который был гейперин, то есть мы работаем только со своим блоком переменных и не лезем в блок переменных предыдущего вызова, никогда. Конвенция. предыдущая подпрограмма может ожидать, что ее область стэка не испортится, когда будет работать следующий. Передача через ИРА, сохранение всех регистров ТПС, обратите внимание, в этой конвенции надо сохранять не все регистры ТПС, а только те, которые вы используете, некоторые. Подпрограмма может сама хранить на стэке еще какие-то данные. Кроме тех, которые ей переданы. Эта штука будет называться локальные переменные. Она сама отвечает за то, чтобы эти данные оттуда убирать. Количество данных, которые хранятся на стэке под программой, которую она потом подметает, оно никак не оговаривается. Возвращаемое значение А0. когда мы возвращаемся из вызова под программы, стэкпоинтер должен указывать на то же место, на которое он указывал, когда мы туда заходили. Если мы этого не сделаем, будет тот самый стэксмэш. Она должна восстановить, разумеется, значение S и RA в этой конвенции. Поскольку это рекурсивный вызов, мы должны следить за тем, чтобы S и RA были такие, как при входе. Потому что это RA от предыдущего вызова. И вот она обязана стэкпоинтером исходного. Все, возврат через ряд. Вот такая конвенция. Вообще говоря, эта конвенция ограничивает нашу идею относительно того, как пользоваться регистрами, но иначе мы отлаживать не сможем. Мы зашли, а там где-то что-то лежит, что-то не лежит. Поэтому хорошим тоном бывает заносить в конвенцию прямо даже в какую последовательность. Сначала кладется RA на стэк, потом кладутся все S-звездочки. S0-S11. Восстановление. Сначала восстанавливаются звездочки в обратном порядке, потом RA. Мы знаем, где в стэке лежат сохраненные регистры и как с ними работать. Вот. Такая вот конвенция. Давайте еще поговорим про понятие паролок и эпилог. Тут некоторый момент небольшого кринжа. Вообще-то здесь написана программа факториал, которая реализована рекурсивно. Никогда не делайте рекурсивный факториал. Никогда. Если видите, что кто-то написал рекурсивный факториал, смотрите на его с подозрением. Но тут так написано. Я так сделал. Я не знаю, зачем. Давайте с учетом того, что времени осталось мало, вы просто поверите мне, что рекурсивный вызов работает. Вот этот факториал работает для произвольного количества значений. Сейчас я посмотрю, нужно ли тут на что-то посмотреть особое. Давайте просто глянем, не исполняя эту программу. вы можете ее дома просто взять застолкать, выполнить самостоятельно. Что мы делаем? Мы добавляем вот здесь. Мы добавляем в стеки все эти ячейки, которые... Мы сразу изменяем указатель стека на то положение, сколько ячейок мы собираемся в нем хранить. Это то, почему вообще-то аппаратный push и pop не так уж нужен. Мы заранее не знаем, сколько мы собираемся ячейок затолкать. 2, 4, 8. Вот в данном случае 2. Минус 8 означает, что 2 ячейки будут храниться. Что туда пишем? Сохраняем туда ира, сохраняем туда с1, на котором будем делать какие-то вычисления. И это у нас называется пролог. Вот. Дальше, собственно, функция факториал, которая там себя рекурсивно вызывает. Дальше восстановление, а дальше эпилог. Эпилог заполняет а0 возвращаемым значением, вспоминает старое значение стекпоинтер, вспоминает старое значение эра. Восстанавливает вершину стека, записывает его в секпоинтер. Вот. Бу-бу-бу-бу. Именно наличие пролога и эпилога, которые сохраняют все изменяемые регистры, все сохраняемые регистры и адрес возврата, обеспечивают вот этой подпрограмме возможность рекурсивно вызывать саму себя. Мы зашли, сохранили старый адрес возврата, поговорили, вспомнили старый адрес возврата, вышли. Вот. Вот. Вот эта часть называется прологом, в который входит в основном сохранение значений на стеке. Вот эта часть называется эпилогом, в который входит вычисление возвращаемого значения и восстановление значений со стек. Вот. Если у вас есть довольно сложные конвенции по подготовке блока параметров, например, большого куска памяти, который вы хотите набить параметрами и передать, то помимо пролога-эпилога есть еще понятие преамбула, и не знаю, как это сказать, что получается после того, как вы вышли из-под программы постамбула, наверное. Преамбула это тот код, та подготовительная часть кода, которую делает вызывающая программа перед тем, как вызвать процедуру. Например, арендует кусочек памяти, размещает там большое количество данных в качестве параметров и адрес этого большого кусочка памяти передает под программой. Постамбула, не знаю, как это назвать, это то, что делает вызывающая программа после того, как получит возврат из процедуры. Например, она уничтожает, как это говорит, операционной системе, мне больше память не нужна, очисти ее, пожалуйста, освобождай. Это, значит, помимо того, что такое пролог-эпилог. Вот. Последнее, что я хотел сказать, а то уже мы время свое вы... Вот тут сокращенец говорит про передачу 100-500 параметров функций, но кажется, я про это уже говорил минимум два раза за сегодня, просто вот последний раз только что. Так что, наверное, я выполнил эту просьбу. Значит, еще раз про понятие переменное. Понятие переменное, которое есть в языках программирования, а особенно понятие переменное, которое есть в языке программирования C. И это очень близкое к ассемблеру, но неравное ему понятие. Что такое понятие переменное? Переменное может считаться, например, какой-то адрес в памяти, по которому хранится что-то. Ну вот, 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 где там у нас была... Вот это переменное, yes. Да? Это адрес памяти, который... строковая переменная, в которой хранится последовательный символ, заканчивается z, ну, в общем... Да? Это переменное. Что такое? Адрес памяти, который надо грузить в регистр, чтобы получить доступ к содержимому этой переменной. Переменная может быть и целочисленная, да? А адрес памяти, по которой лежит целое число. Это переменная. Но, вот здесь, вот, например, вот в этом коде, мы нашей подпрограмме, Субр, вообще, ничего не передаем. А, нет, передаем. Да? Мы сразу определяем три ячейки памяти, в одной из которых будет храниться SP, ничего не передаем. Не SP, а RA, да? На вершине стейка будет храниться RA, а вот, не в решении, в глубине стейка, первым делом мы запомнили RA, а вот две других ячейки памяти, которые, соответственно, находятся на вершине стека и следующие после нее. И это те ячейки, которые мы будем использовать дальше для своих нужд. Значения эти будут храниться на стеке. Да? Конвенция нам это позволяет. Конвенция позволяет хранить на стеке не только переданные параметры, но и еще что-то. Вот мы взяли и завели на стеке три ячейки, в одной из которых хранится RA, а в двух других непонятно что. Это непонятно что. Хорошее такое место в памяти, где можно хранить что угодно, почти как пустой горшок, подаренный Винни-Пухом и Айя, который никуда не денется, потому что это наша область стека, полученная нами, ее никто, согласно конвенции, не имеет права модифицировать. Вот. Единственное отличие, которое от регистра, стоит в том, что регистр мысляет, а это в области памяти медленная. Существенное отличие вот этого 4СП и просто СП от понятия переменной, которые мы только что обсуждали, в том, что нигде в явном виде адрес этой переменной не написан. Более того, в зависимости от того, откуда мы вызвали нашу процедуру СУБР, адрес этой переменной локальный может быть разный. Если мы СУБР вызвали непосредственно из программы, он будет один, с одним положением стека. Если СУБР вызван из-под программы, который вызвал под программу, который вызвал под программу, все эти под программы зажали какое-то количество стека, и адрес вот этих двух переменных будет совершенно другой. И это практически в точности соответствует понятию локальные переменные в языках программирования типа Си. Когда мы видим локальную переменную, а не статическую, это локальные переменные на стеке. Именно поэтому при отладке программ на Си адрес локальной переменной может быть совершенно любым в тот момент, когда вы вызвали адрес статической переменной, то есть static, будет, скорее всего, одинаковым. Ну и третье, раз уж все встали, пока все стоим, все еще такое понятие регистровые переменные. Догадайтесь с одного раза, что это такое. Компилятор планирует вычисление так, чтобы вообще не хранить эту переменную где-то в памяти, а пытаться ее всегда держать на каком-нибудь свободном регистре. Особенно если регистров достаточно. Поэтому внезапно выясняется, что понятие переменные, привычные нам с обычных языков программирования, в случае ассембера раскладываются в как минимум три разных понятия, если даже не четыре, потому что, помните, еще глобальные переменные, это штука, адресуемая относительно регистра ГП с таким-то конкретным фиксированным смещением. Не надо путать. Возможно, лучше не пользоваться понятием переменной, чтобы не запутаться. Говорим, вот здесь на стеке лежат значения, вот там есть метки, а вот здесь есть смещение относительно Global Point. Такие дела. Переменные рекомендуется инициализировать. Это как раз примерно то, о чем нас спрашивал Иван. Значит, кажется, это был Иван. Переменные рекомендуется инициализировать. Почему? Вот смотрите сюда. Фактически мы выделили место, я сейчас закончу, для двух переменных, уже сказавши, что стекпоинтер опускается на три ячейки вниз. РА, две переменных. Что находится в этих ячейках? Что находится по адресу 4СП и просто СП? То, что там находилось, когда вы последний раз использовали эту память. Мусор. Ну, по-хорошему, вообще-то, если вам не очень интересно, вы, если туда сразу записываете что-то нужное, то и хорошо. А если вы забыли проинициализировать эти переменные и думаете, что там ноль, и сложили ее с чем-то, то может возникнуть та самая ситуация, которая нас преследует всегда, когда мы программируем на СИ, а именно первый раз вызвали функцию, все сработало, второй раз вызвали функцию, все развалилось. Почему? Первый раз вызвали функцию, там в памяти был ноль. Второй раз вызвали функцию, там в памяти был мусор. Никто за вас не будет очищать стек. Ну, э, кто-то должен выполнить команду вот эту. Например, вы. Такие дела. Так. Давайте я попробую закончить. Кажется, я заказал все, что мог. Вы давайте вопросы задавайте, если вы еще не сварились окончательно. Сварились. Ну, я выжил довольно много времени. Давайте я попробую ответить на вопрос, в чем важность атомарной реализации COO по сравнению с LA плюс JUMP. Хороший вопрос, кстати. А, я, кстати, не знаю на него ответа. То есть не так. Я помню, что я знал на него ответ, но сейчас я забыл. Почему надо, чтобы вызов был атомарный? Так бы загрузил в регистр адрес, куда-то спрыгнул по этому адресу. Не знаю. Не знаю. Может быть, дело только в эффективности. Про эффективность мы говорили. Так, три инструкции, а так одна. Еще вопрос. Почему мусор не чистится при выделении памяти, например, операционной системы? Память вам уже один раз выделили. В случае, например, RARSA вам выделили всю память. Кто будет за вас ее чистить еще раз? Вы только что там вызвали стэк. Это память ваша. Для того, чтобы получить к ней доступ, вы должны просто увеличить стэк-пойнтер на единицу. Что лежит? Ну, на двое, на четверочку. Что лежит по адресу SP плюс 4? Да то, что вы туда положили в прошлый раз. Сейчас никакая операционная система никак не догадается, что надо внезапно это место занулиться. Другое дело, когда вызвали системный вызов, дорогая операционная система, выделили мне столько килобайтов памяти, в скобках, обнули их. Скобки закрываются. Ну, тогда, конечно, да. Вот. Есть вопрос? Да, конечно. А вот если липов у нас вообще по конвенции не сохраняется, то ли не обязательно? Ты вообще не обязан сохраняться. Другое дело, что, кажется, ЕКОЛ обязан сохранять вообще все. Кажется, ЕКОЛ изменяет только то, что написано в описании к этому ЕКОЛу. Например, возвращает там А0 или А0, А1. А все остальное он, кажется, не трогает совсем. Потому что, не помню почему. Ну, например, как мы будем говорить, когда будем говорить про прерывание и исключение, обработчики прерывания и исключения точно работают ровно так. Они не трогают совсем ничего. Но, кажется, в РАРСе это так же. То есть, ЕКОЛ, поскольку ЕКОЛ мы сами не реализуем, я скажу, почему в РАРСе это так. Поскольку ЕКОЛ нигде не реализован в нашем адресном пространстве, просто нет возможности изменить эти регистры. Не исключено, что и в общем случае это тоже так. Если ЕКОЛ вываливает в внешний инвернтон, этот внешний инвернтон, скорее всего, не будет насильственно, извращенно портить нам наши регистры, потому что у него есть свои. ЕКОЛ 10, например, может вообще ничего не сохранять, как говорит сокращенец, потому что он вызовет остановку вашей программы. Еще вопросы? Если нет, значит, домашнее задание это очередные упражненьки на решение простейших задачек. Все, наверное, я уже выражал больше времени, чем у вас было. Значит, давайте посмотрим, что у нас в следующий раз по традиции, чтобы понимать, к чему мы идем. А, в следующий раз мы немножко забиваем на стек и кадр и разбираемся с математическим сопроцессором. Вот. Да, это довольно интересная тема, со всякими спецификами интересными. Так что вот. Да, и надо сказать, что опять-таки, поскольку это сделано было намного позже и не страдало от невозможного требования сохранять легоси в течение десятилетий, там, в общем, намного более все просто и прозрачно. Все, спасибо. Тогда встречаемся через неделю.